МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Страшная трагедия в Подмосковье. На борту потерпевшего крушение самолета находился житель Рязанской области. Гори-гори ясно, почему в областном центре полыхают машины. Самая массовая лыжная гонка среди непрофессиональных спортсменов. В Лыжней России приняло участие более 20 тысяч рязанцев. В выходные омрачила страшная трагедия. В воскресенье 11 февраля самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», совершавшие рейс «Москва-Орск», потерпел крушение буквально через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедова. В результате авиакатастрофы все пассажиры и члены экипажа погибли. 65 пассажиров и 6 членов экипажа находилось на борту самолета Ан-148. На данный момент установлены места проживания всех погибших. Большинство из них – жители Оренбургской области. Там сегодня объявлен траур. Находился на злополучном рейсе и житель Рязанской области. Евгений Коротков летел в командировку. Об этом рассказала его мать. Мужчина работал в крупной нефтегазовой компании. Последние 10 лет жил в Москве. В Рязани у него остались мать и сестра. Губернатор Рязанской области Николай Любимов уже дал распоряжение выплатить семье погибшего полмиллиона рублей. На данный момент известно, что самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва-Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Есть информация, что первой находкой на месте трагедии стал мешок с письмами. И уже позже спасатели стали находить тела погибших и обломки самолета примерно в километре от села Степановское Раменского района Московской области. Судя по имеющимся данным, двигатели самолета работали до момента столкновения с землей, а разрушение лайнера произошло от удара о землю. Информация о неисправности от экипажа на пульт диспетчеров не поступала. По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи рассматривают все версии произошедшего, в том числе и теракт. Однако эту версию не считают приоритетной, поскольку взрывотехники не нашли в обломках самолета частиц взрывчатых веществ. Ежегодная массовая лыжная гонка среди непрофессиональных спортсменов «Лыжня России» прошла в этом году в 36-й раз. В ней приняли участие более 20 тысяч жителей Рязанской области. Центральный забег в нашем регионе прошел в субботу 10 февраля на лыжной трассе поселка Ворские. Там собрались более 5 тысяч участников. На «Лыжне России» по-настоящему жарко, несмотря на то, что зима. На старте в Рязани тысячи лыжников. Участвуют люди разного возраста, профессии и с разной спортивной подготовкой. Недаром «Лыжню России» называют самой массовой и масштабной лыжной гонкой. Атмосфера, конечно, совершенно потрясающая. Здесь сегодня 5 тысяч человек. И это не только профессионалы, но и просто любители. И целые семьи, которые в свой выходной день решили поучаствовать во всероссийской лыжне. Первый раз участвую. Очень захотелось подать пример детям, чтобы они знали, что такое хорошо и что такое плохо. Поддержать наших олимпийцев. Ну и показать, что мы тоже можем кататься на лыжах. И как у вас впечатление от первого забега? Очень круто. Хотя я не очень хорошо катаюсь, но у меня что-то начало получаться уже. И самый юный участник. Сколько же километров ты сегодня прошел? 10,5. Встречаются на старте и спортсмены со стажем. Многие по лыжне России петляют уже не один десяток лет. В лыжне России участвую 15 лет. У меня юбилей на лыжня. С детства занимаюсь спортом. И всех приглашаю встать на лыжню. Не то, чтобы на лыжню. Лыжня – это спорт. А спорт – это здоровье. В России состязание проводится с 1982 года. Их постоянный участник – Ольга Смирнова. Она участвует в лыжной гонке в 35-й раз. Сильнейшая лыжница-гонщица Рязанского района и области. Первый раз победила лыжню России в 1982 году на 30 километров. Москва, Биберево. С тех пор неизменная участница ни одного старта не пропускала. Только один год, когда рожала сына. Старт участникам гонки на 5 и 10 километров был дан одновременно. Первым на пятерке стал воспитанник детской юношеской спортивной школы «Олимпийц» Руслан Соловьев. Его время – 11 минут 32 секунды. Именно сегодня бежал так чисто до старта. Потому что у меня скоро чемпионат России, который отобрался. И я уезжаю где-то 17-го часа уже в Заинск, Татарстан, Республика. На десятке победил полицейский Сергей Андреев, показав лучшее время. Трасса легкая, она равнина. Для меня это тяжело с моим ростом. Но, как говорится, сильнейший побеждает сегодня. Больше повезло мне. Не хватило всего нескольких секунд до победы абсолютному победителю лыжни России прошлых лет Сергею Чванову. По ходу гонки был совершен рывок. И не получилось его поддержать. Создался отрыв. И этот отрыв, он на финише и остался такой же. Впрочем, лыжня России потому и стала самой массовой гонкой. Здесь главное – победить не соперника по дистанции, а себя, получив в качестве приза отличное самочувствие и заряд бодрости. Об этом, как никто другой, знают представители медицинских профессий. Лыжи – это очень хорошая кардионагрузка. Это и для здоровья, и для настроения. И вообще всем советую заниматься лыжным спортом. Одним из самых многочисленных на гонке был коллектив Рязанского медуниверситета. На лыжню России встали и преподаватели, и студенты. Состоялся такой праздник, тем более, что для врача, для будущего врача вот такие события. Лыжня России, спортивные праздники – это, по сути, их жизнь. Потому что физкультура и спорт – это вторая профессия врача. Подобные соревнования не только дают положительный заряд эмоций, которые позволяют нам и активно работать в научном плане, активизировать мыслительную деятельность и позволяют сделать новые научные открытия и инновационные, самое главное, открытия, которые позволяют двигать и наш вуз, и нашу область, и нашу страну вперед. Всего в гонке приняли участие более ста будущих врачей. И на сердечно-сосудистую систему хорошая нагрузка, так умеренная. Я так средним темпом прошел, но в меру себя нагрузил, немножко пропотелся, само то. Мне это очень пошло, пойдет на пользу. На стартах Лыжни России были, конечно же, и курсанты Рязанского воздушно-десантного училища. Лыжня России 2018! Слава, Лыжи! Очень полезно, укрепляет дух, укрепляет физическую подготовку. Ну, в общем, все укрепляет, тем более для военных это очень нужно. Впечатление, потрясающе, очень понравилось. Организация, самая главная организация, очень много народу, очень понравилось. Подготовка трассы в этом году из-за погодных условий началась только в январе. Но к самому лыжному событию снега выпало достаточно. И трассу на 10 километров организаторы даже немного усложнили. Организация на высшем уровне. Насколько было сложно подготовить такую хорошую трассу? Ну, вы знаете, у нас уже есть хороший опыт подготовки. Да, естественно, всегда возникает сложности со снегом. Но, значит, в этом году снежный покров позволяет подготовить трассу. Конечно, организаторы постарались, где-то подсыпали, где-то накатали хорошо. Но я так думаю, что все получили огромное удовольствие. Лыжня России в этом году прошла параллельно Олимпиаде в Южной Корее. И массовые старты – не что иное, как солидарность с российскими спортсменами. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Оставляя машину на улице, многие задаются вопросом, а не угонят ли ее. Но, оказывается, угон – не единственная опасность, которая может угрожать автомобилю. С начала года все чаще становится известно о возгораниях транспортных средств. Что является причиной пожаров и можно ли себя обезопасить? Расскажем в следующем материале. По данным статистики, возгорание автомобилей происшествие не столь редкое. Так, в 2017 году на территории Рязанской области было зарегистрировано 132 пожара на транспорте. Главными причинами стали неисправность систем и механизмов транспортных средств, неосторожное обращение с огнем, а также умышленное занесение источника зажигания извне. С начала 2018 года в регионе произошло более десятка подобных случаев. Буквально с начала февраля текущего года произошел всплеск пожаров на транспорте. Так, хочу привести ряд пожаров. 2 февраля вечером в городе Рязани на Первомайском проспекте произошло возгорание автомобиля «Ситроен». Огнем поврежден автомобиль, а именно моторный отсек. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Также 3 февраля в городе Рязани на улице Бирюзова возле дома номер 5, корпус 1, возник пожар в автомобиле «Вольво». В результате происшедшего пожара огнем поврежден моторный отсек из салона автомобиля. Причина – занесение источника зажигания извне. 4 февраля из-за неисправности узлов и механизмов произошло возгорание в автомобиле на улице Северной. А вечером 7 числа из-за короткого замыкания в электрооборудовании огнем был поврежден моторный отсек автомобиля «Лада Приора» в Касимове. Еще один пожар произошел буквально на днях. Поздно вечером 8 февраля в районе дома номер 35 по улице Радиозаводской загорелся автобус ПАЗ-3205. Огнем было повреждено порядка 5 квадратных метров транспортного средства. Предварительная причина пожара – неисправность узлов и механизмов транспортного средства, а именно разгерметизация топливопровода с последующим попаданием масла на раскаленные части двигателя. За минувшие выходные возгорание произошло еще в трех машинах. Причины на данный момент устанавливаются. Главное управление МЧС России по Рязанской области проводит большую профилактическую работу. Также хотелось бы обратить внимание водителей и предупредить их о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и правил эксплуатации автомобиля. Помимо нарушения техники безопасности, причиной возгорания может стать как утечка топлива и прочих жидкостей, а также состояние электрооборудования. В салоне автомобиля всегда должен быть порошковый двухлитровый огнетушитель для экстренного тушения небольшого очага возгорания. В автосервисе отметили, что к ним довольно часто обращаются после локальных возгораний в автомобиле. Помимо всего прочего, причиной может стать неправильная установка дополнительного оборудования и подключение некачественных гаджетов. Навигаторов, видеорегистраторов. Когда люди просто втыкают этот прикуритель, это был китайский бренд, который, соответственно, выполнен с нарушением технологии, ну и, соответственно, оставляют это без присмотра, а, соответственно, происходит возгорание. Посещать техцентры с целью проведения профилактических мероприятий нужно хотя бы раз в год. Ну а если в салоне автомобиля вы почувствовали запах гари или бензина, за техпомощью нужно обратиться немедленно. Так у вашего автомобиля будут все шансы не попасть в сводку происшествий. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». 11 февраля из УМВД России Паризанской области в дежурную часть отдела Росгвардии поступило сообщение о том, что на Первомайском проспекте, около дома номер 58, между деревьями и проезжей частью, обнаружен предмет, похожий на гранату. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, вне ведомственной охраны и отцепили территорию. Было установлено, что по данному адресу обнаружена учебная граната F1, пустотелая и без взрывчатого вещества, с вкрученным УЗРГ. Данная находка опасности не представляла. Граната передана следственно-оперативной группе УМВД России по железнодорожному району города Рязани. По данному факту проводится проверка. 12 февраля отмечают день создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. На сегодняшний день приоритетными в этой сфере остаются вопросы, связанные с оборотом гражданского и служебного оружия, обеспечение контроля за деятельностью частных охранных организаций и частных детективов, а также предоставление государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Подробнее о функционировании подразделений лицензионно-разрешительной работы расскажет Анна Герцовская. Охотничье ружье или травматический пистолет. Чем бы вы ни владели, но любое оружие необходимо получить разрешение. Для этого рязанцы обращаются в подразделения лицензионно-разрешительной работы. В Рязанской области подразделения лицензионно-разрешительной работы контролируют более 34 тысяч владельцев гражданского оружия и порядка 180 юридических лиц с особыми уставными задачами, в обороте у которых находится более 56 тысяч единиц оружия различного типа. В 2017 году сотрудниками наших подразделений выявлено более 2,5 тысяч нарушений в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Изъято более 2 тысяч единиц оружия различного типа. За годы существования подразделений лицензионно-разрешительной работы с учетом изменений, происходящих в нашей стране, функции и объем работы претерпели изменения. В современных условиях на подразделения лицензионно-разрешительной работы возложено немало задач, важнейшие из которых – это оказание государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. В настоящее время оказывается 28 государственных услуг. Это осуществление государственного контроля в указанных сферах деятельности, такие как изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, предупреждение преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, пресечение каналов поступления служебного и гражданского оружия в преступную среду, предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия, частной охраны сыскной деятельности, обеспечение электронного учета гражданского и служебного оружия. Последние изменения, которые касаются оружия и в целом деятельности лицензионно-разрешительной службы, вступили в силу 1 января 2018 года. Они затронули несколько пунктов. Это выдача юридическим лицам и гражданам Российской Федерации направления, на проведение контрольного отстрела гражданского служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом. Также выдача лицензии на осуществление частной детективной деятельности, удостоверение частного детектива. Это осуществление контроля за деятельностью частных детективов. Также формирование и ведение банков данных о лицах, получивших лицензию на осуществление частной детективной сыскной деятельности. За годы своего существования подразделения лицензионно-разрешительной работы не перестают меняться и развиваться, для того, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации людям жилось комфортнее. Сегодня лицензионно-разрешительная служба представляет проверенную временем и четко отлаженную систему государственного контроля, насчитывающую в своих рядах большое количество квалифицированных и верных своему долгу сотрудников. В этом году подразделением исполняется 49 лет. Несмотря на сложный процесс реорганизации, сотрудники, опираясь на славные традиции и накопленный опыт, продолжают добросовестно выполнять служебные обязанности, показывая высокий профессионализм, целеустремленность и верность долгу. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». 16 января в России стартовал федеральный проект по благоустройству городов, который проходит в три этапа. Первым жителям регионов предстоит выбрать те территории, которые они хотели бы видеть благоустроенными. В Рязани насчитывается более 50 подобных объектов. 9 февраля стал последним днем первого этапа и совсем скоро мы узнаем о 12 зеленых зонах, которые продолжат участие в проекте. Подробности у Валерии Седова. В 2018 году зеленые зоны города преобразятся. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» жители Рязани смогут сами повлиять на благоустройство лесопарковых зон и скверов города. В каждом крупном торговом центре с 16 января проходило анкетирование, в котором мог поучаствовать любой желающий. На небольшом бланке нашли себе место все зеленые зоны города. Однако люди могли вписать и тот объект, который, по их мнению, также нуждается в преобразовании. В отдельной анкете голосовали за видоизменения площади Ленина. Как говорят волонтеры, людей на участках много. Люди подходят активно, голосуют. В основном голосуют за видоизменения площади Ленина. 9 февраля первый этап федерального проекта подошел к концу. В крайний день голосования на участках анкетирования количество желающих превысило все рекорды. Несколько сотен человек. Как рассказали представители администрации города, всего в анкетировании приняло участие свыше 50 тысяч рязанцев. Сергей Карабасов рассказал, что сам принял участие в анкетировании. Как житель советского района, он отдал свой голос за лесопарк. Попадет ли она в рейтинг самых востребованных, горожане узнают совсем скоро. 12 февраля из 53 зеленых зон города выберут 12, по 4 в каждом районе. С этого момента начнется второй этап федерального проекта. Обсуждение этих территорий и выбор приоритетных. Как сообщил глава города, принять участие может любой желающий. Третий и самый важный этап пройдет 18 марта. Горожане смогут выбрать по одной из территорий в каждом районе. В рамках федерального проекта в 2018 году в городе Рязани преобразуют только одну зеленую зону. Победители голосования третьего этапа. Сергей Карабасов отметил, что про оставшиеся три территории не забудут. Это долгосрочные проекты на два ближайших года. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В микрорайоне Дашковой песочни полным ходом идет строительство третьего корпуса жилищного комплекса «Северный». Кирпичный дом с индивидуальным отоплением в окружении огромного парка будет сдан в четвертом квартале 2019 года. Но задуматься о приобретении квартиры именно в этом доме стоит уже сейчас. Третий этаж 16-этажного кирпичного дома в новом жилищном комплексе «Северный» закончен. И уже сейчас можно говорить о том, что это будет дом премиум-класса. Толщина стен, наличие утеплителя между облицовкой и кирпичной кладкой, специальные ниши под канализационные стояки и система дымоудаления на случай пожара. Все это говорит о том, что в доме будет тепло, удобно и безопасно. По своему дизайну он будет похож на один из красивейших домов Рязани – Меркурий – и включит в себя квартиры, различные площади и планировки. А вокруг третьего корпуса ЖК «Северный» в скором времени будет обустроен огромный парк с искусственным озером и зоопарком. Из окон третьего корпуса ЖК «Северный» будет открываться чудесный вид на парк, который расположится на 10 гектарах земли. Там будут высажены деревья, разбиты клумбы на зеленых лужайках, а также обустроены аллеи с лавочками, на которых смогут отдыхать жители ЖК «Северный». Для жителей, ведущих активный образ жизни, будут организованы баскетбольные, волейбольные и хоккейные площадки, проложены велосипедные и беговые дорожки, создан уличный спортзал. А для детей на территории комплекса уже построена огромная детская площадка, на которой с удовольствием проводят время жильцы уже заселенного первого корпуса ЖК «Северный». Площадка, да, у нас самая клевая. Тут качели и карусели, детям тут раздоли. То есть можно вообще никуда не уходить. В целом дом нравится, интересно. Красиво все и удобно. Магазин скоро откроют у нас, так что совсем все будет в шаговой доступности. ЖК «Северный» на сегодняшний день является самым масштабным проектом Северной строительной компании. Он занимает порядка 50 гектаров и представляет собой современный городской квартал с развитой инфраструктурой. Любители здорового образа жизни оценят близость ледового дворца и центра большого тенниса. Кроме того, сейчас здесь достраивается торговый центр, а в скором времени появятся детские сады и школа. Проект первого детского сада уже изготовлен силами Северной компании, пройдена государственная экспертиза. А в планах на 2019 год строительства детского сада по программе «Комфортное жилье». А это значит, что финансирование будет производиться как из федерального бюджета, так и силами застройщика. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 4,7% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Редактор субтитров А.Семкин